Добрый день уже, подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Mark II 98-го года выпуска 3 литра бензин-автомат Пробег на автомобиле 113 тысяч километров Сегодня на нем заменю Да не заменю, а переберу передние суппорта Заказали ремкомплект, заказали направляющую пыльники Снимаю оба передних колеса Снимаю оба цилиндра суппорта Также скобы сниму, чтобы внутри почистить их в направляющие, где ходят И устанавливать буду новые запчасти Также просили уточнить по фарам 2 года прошло Что стало с фарами после того, как лаком их покрывал Вот так, если посмотреть Сверху чуть-чуть пожелтели Но в целом В целом все хорошо Видно такие же прозрачные Поднял автомобиль Снял колеса Откручиваю тормозной шланг Включить на 14 Снизу поставил тазик Тормозуха у нас сбежит Упала шайба Теперь откручиваю нижние и верхние болты Крепление цилиндра Сверху И снимаю цилиндр. Ну да, направляющая за это время не успела закусить. Верхняя у нас как и двигалась, так и двигается нормально. Снимаю колодки и откручу скобу. Скоба у нас перекручена двумя болтами. Болты на 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, скобу снял. Прочищу здесь внутри поднаправляющего, потому что коррозии все было забито. И поменяю пыльники. Пыльники здесь забиваются на железной основе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помыл цилиндр. Взял такой вот оригинальный ремкомплект. 0,4-479-22-100. В комплекте идет... Есть инструкции. Есть смазка немножко. Есть даже пыльники на стуцера прокачки. Что хорошо, их нету. Есть новые шайбы под тормозной шланг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Направляющие. Резинки, то есть, направляющие уплотнительные, противошумные. Вот пыльники направляющих на металлической основе. Четыре штуки. Также два пыльника поршня суппорта. Два стопора. И два манжета. Выдавливаю поршень. Возьму брусок. И дую, где шланг прикручивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, поршень вышел. Поршень в хорошем состоянии. То, что добавляли смазку при замене колодок, она помогла. Сейчас просто протру его. Даже посадочное место под пыльник, нетронутая коррозия. Возьму маленько пасты Гоя. И полирну вот это темное место. Задир нет. Оно ровное, но какое-то напыление от манжеты осталось. Я его уберу. Снимаю пыльник. Для этого поддеваю стопор. Стопор наружный. А вот смазка, которую я добавлял. Сейчас я здесь помою и уберу. Вытаскиваю манжет. Цилиндр не бежал. Сбил я потемнение, но не до конца. Наждачкой я трогать не стал. Чтобы металл полирнуть, полирнул. Также промыл, продул. Вставляю манжет. Смазка Феби. 31942. И завожу ее в цилиндр. Все, манжет завел. Смотрим, чтобы она не перевернутая была. Теперь беру один пыльник. Одеваю пыльник на поршень. Смазываю немножко. Смазываю немножко. И завожу его. Немножко покручиваю. Все, вот он, поршень пошел. Тупой отверткой потихонечку заводим пыльник в паз. Я даже сделаю это не отверткой, а лопаткой для плит. Продолжение следует. Хорошо видно, что пыльник сел в свое осадочное место. А теперь устанавливаем стопор. Продолжение следует... Стопорное кольцо сидит на месте и держит пыльник. Ну а как заменить пыльники? Тут дело не хитрое. Вытаскиваем направляющие. И взбиваем пыльники. Лучше конечно в тиски зажать, но сейчас чтобы не зажимать, покажу на месте. Вычищаю, вымываю все внутри и ставлю новые пыльники. Прочистил я направляющие. Это новое направляющие, которое устанавливается в место той, которая съедена к коррозии, где был порван пыльник. 47 715 22070. Вот такая вот направляющая. Одеваю на нее шумопоглощающую манжету. И головка на 21 см. Пыльник в нее встает хорошо. Берем и забиваем пыльник в скобу суппорта. Чтобы ровнее забить, зажму в тиски. Для направляющих использую вот эту родную смазку, которая идет в комплекте. Смазываю направляющую вот по этим прорезям. Добавляю сверху на палец. Вовнутрь я тоже маленько добавил смазки. И одеваем. Заводим палец. Так, это у нас нижняя, все верно. Все. Не болтается. Ходит нормально. Также протираю вторую направляющую. Ее мы оставляем родную. Смазки вовнутрь под пыльник я тоже добавил. Теперь смазываем вот эти три прорези. Добавляю сверху. Используем. Добавляю сверху. 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 Все, пыльник у нас работает. Этот пыльник работает, здесь манжета стоит потуже. Внутри все смазано, можно идти устанавливать на автомобиль. Внутри все смазано. Внутри все смазано. Внутри все смазано. Затягиваю скобу. Скобу подтянул, ставлю на место скобки под колодки. Вот эти идут, это у нас. Коробка у нас верхняя. Вставляем колодки. Вставляем пружинки. И устанавливаем цилиндр. Затягиваем колодки. Готовы. Вставляем. Готовы. Добавлены. Смазать. Смазать. Убираем. Старая. 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 Снимаю штуцер и меняю под ним шайбу. Одеваю новую шайбу. Тормоза бежит, это хорошо, грязи у нас не будет. И одеваем вторую шайбочку. Закручиваем штуцер. Здесь под шланг есть направляющая, вставляем ее в дырочку. Направляющая встала и закручиваем. Закручиваем штуцер. Закручиваем штуцер. Все. Правую сторону мы собрали. Аналогичным образом перебираем левую сторону и прокачиваем тормоза. Тормоза я буду прокачивать один вакуумом. Как прокачивать я показывать не буду. У меня есть видео, где я вакуумом прокачиваю. По кругу прохожусь, доливаю жидкость и еще раз прохожусь по кругу. После этого тормоза работают отлично. Проверим, покатается, посмотрим. Сейчас уже даже у нас видно, что цилиндр двигается нормально. На этом все. Переборку передних суппортов я закончил. Всего вам доброго.